Спустя почти шесть лет объявлены подозрения по делу о взрывах на складах в Сватово. Государственное бюро расследований объявило первые подозрения по делу о взрывах на военных складах в Сватово, Луганской области. О подозрении сообщили двух военнослужащим вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба ЭГРЭ. Следствие считает, что двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого артсклада боеприпасов с грубыми нарушениями. В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе из-за диверсии неустановленных лиц, часть неподобающая размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, которые детонировали из-за пожара, заявили ВЭГРЭ. В результате такой халатности, как отметили в бюро, государству был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов гривен. Командирам сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода. В случае доказательства вины, военным грозит до 7 лет за решеткой. ЭГРЭ продолжает устанавливать других лиц, причастных к взрывам на складах и потере военного имущества, для привлечения их к ответственности. Как известно, 29 октября 2015 года в Сватово, в результате пожара на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3000 тонн боеприпасов, произошла серия взрывов. В результате взрывов боеприпасов погибли три военных и один гражданский. Также была уничтожена военная техника. Напомним, в конце прошлого года ЭГРЭ объявила о первом подозрении в деле о взрыве на военных складах под Мариуполем. Инцидент произошел три года назад. Добавим, в марте 2017 года в Украине произошел еще один пожар на военных складах. Тогда горели склады боеприпасов в Балаклее.